Равная игра и равные составы Забей их, игра бы сложилась по-другому Забить в этом матче мог и сам звездный капитан Самарцев Еще при счете 0-0 он вышел на ударную позицию буквально во вратарской Однако отправил мяч над перекладиной Почти тут же Волга показала, как надо реализовать голевые моменты Дальний удар Александра Ягурнева застал врасплох молодого голкипера Боктана Аксяникова На перерыв волжане ушли с преимуществом в одного игрока и в один гол Даже в десятером, я считаю, первый тайм достойно выглядели Да, но потом понятно, что и силенок поменьше нас, и соперник Павла Путней Мы допустили на фоне усталости определенные ошибки и счет получился крупным Главным героем второй половины встречи стал воспитанник ульянского футбола Михаил Дрязгов Выйдя на замену, он стал автором дубля в ворота крылышек Сначала отобрал мяч у защитника и могучим ударом отправил мяч в ближний угол А через несколько минут расторопнее всех сыграл в штрафной соперника Для самого Дрязгова это первые мячи в профессиональной карьере Только лучшие эмоции, всегда приятно забивать Как долго ждал этого гола? Я долго работал, шел к этому и вот результат Голами Ягурнева и Дрязгова Волга в этот вечер не ограничилась Еще по разу отключились номинальные защитники Дмитрий Лавлинский и Валерий Захаров Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу ульяновцев 5-0 Этот успех позволил Волге занять промежуточное первое место в турнире на таблице Мы настраивались на победу, естественно Но что она получилась такой крупной, конечно, никто не ожидал Сейчас у нас два напряженных матча с Сызрами, поэтому надо ребят провести в чувство борьбы После 5-0 всегда это непросто сделать Ближайшая неделя для Волги пройдет по знаком противостояния Сызрами-2003 С начала 3 августа команда сыграет в Самарской области в рамках чемпионата России А 7 августа встретится в Ульяновске, чтобы разыграть путевку в 1-32 финала Кубка России Михаил Сашанский, Новости Ульянской правды